Июль для многих авторов Яндекс.Дзена начался не очень хорошо. Всё дело в том, что у многих каналов, даже очень старых каналов, вдруг слетела реклама. Причём, изменения коснулись даже нервонистов. Ну как изменения, скорее бан. Многие уже заявили, что это массовая чистка на Яндекс.Дзен, которую периодически они устраивают. Так ли это на самом деле? Давайте разбираться. А это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. Собственно, как я уже сказал, ограничения коснулись всех, включая тех авторов, которые были приняты в нервану. То есть у нервонистов отключили рекламу. Кто-то сейчас, наверное, позаворадствовал, но не будем заворадствовать, потому что обычные авторы тоже получили по шапке. Ну так вот, что пишут в чате нервонистов? Как это вообще преподносится? Кто-то спрашивает, я в танке, за что монета слетела? Ему на это отвечают. 0-1, 0-7, 2021, приблизительно в 3.00 по Москве. На большом числе каналов вместо количества заработанных денег отобразился счетчик минут. При этом рекламные блоки пропали, а тек-робот СОУ поменялся на нон. Люди бросились массово писать в ТП, но им объясняют, что произошел разрыв пользовательского соглашения по причине нарушения пунктов 3.6 и 3.13. Народ не понимает, что делать, поскольку, как выяснилось, проблема затронула даже нервонистов. Недавняя история с тревел-маньяком и ошибочным ограничением его канала намекает на возможно большой сбой, но ТП пока это никак не признает. В чатах, посвященных Дзену, уже распространяют мнение, что сбой вовсе не сбой, а массовая чистка Дзена под тиктокеров. Ну то есть, как только на многих каналах слетела реклама, стали появляться сразу предположения, что это сбой, некоторые писали. Ну потому что слишком много каналов лишились рекламы, и как бы было предположение, что это то же самое, что было у тревел-маньяка, то есть по ошибке слетело, но в последующем это восстановили. Так ли это не так? Но другие стали говорить, что нет, не так, на самом деле это вот как раз вот эта самая чистка ради каких-то там тиктокеров, которые хотят залить на платформу, чтобы у них появились короткие видео. Если кто не знает, на Дзен сейчас пробуется новый формат коротких видео, на которых многие авторы уже хвалятся, что заработали там чуть ли не десятки тысяч видео до минуты. Многие подают заявку, им эту заявку одобряют, и эти видео как бы монетизируются. Если кто не знает, раньше на Дзене можно было монетизировать только видео от двух минут. И то, как многие говорили, заработать на этом было очень проблематично. Хотя многие зарабатывали очень много. В общем, многие авторы после этого очень сильно расстроились и даже писали гневные сообщения, или не гневные, расстроенные сообщения, примерно вот такого вот содержания. Я сегодня потеряла веру в Дзен, произошла какая-то массовая зачистка, под которую попал канал сестры, совершенно безобидный, авторский, посвященный цветоводству. ТП разослала всем авторам одинаковую и нелепую отписку, судя по которой канал ничего не нарушает, но что-то нарушает. Что не можем сказать, до свидания, автор. Получается, мы все вообще беззащитны перед платформой. Завтра произойдет какой-то сбой, и никто ничего даже объяснять не будет. Я уверен, что под зачистку не попали каналы с ворованным контентом. Лента так и будет пестрить ими. Короче, я в шоке. И мне безумно жаль, что я позвала человека в Дзен. Ну, насчет ворованного контента я бы так не утверждал, потому что все-таки ворованный контент на Дзене как-никак, но блокируется. Другое дело, что рерайт у них не считается ворованным контентом, это странно. А вот насчет контентного спама, ну, тут как бы вопрос. Интересно, после зачистки он куда-то исчез или не исчез? Это мы с вами посмотрим чуть попозже. Но тут, в данный момент, получилось получить, извините опять за тавтологию, официальный, или вернее не очень официальный, но все же ответ от представителей Дзена. Вот что они сказали. Друзья, привет! На каналах некоторых авторов были обнаружены серьезные нарушения, влекущие за собой невозможность монетизировать контент в Дзене и исключение из Нирваны. То есть, это все для нирванистов писали. Ну, как понимаете. Последнее может производиться не сразу, а по истечении некоторого времени после того, как мы уведомили автора о случившемся. Понимаю, что все это может нервировать, но переживать не стоит. Там, где произошла ошибка, все уже исправили. В остальных случаях санкции заслуженные. Ну, то есть, те, кто получил ограничение, они уже его и не снимут. Когда мне все это рассказали, я даже пошутил, что, возможно, это связано с тем, что я снял несколько видео про то, что показывал, как в ленте появляется контентный спам. Они это, может быть, увидели, ну, потому что канал-то у меня тоже немаленький. Может быть, я предполагаю, они его иногда смотрят. Ну, так вот. Возможно, из-за этого как раз произвели эту зачистку и хотели удалить какие-то каналы с контентным спамом. Ну, так я тогда подумал. Но так ли это на самом деле, давайте сейчас посмотрим. Ну вот, давайте полистаем ленту Яндекс.Дзен. Обожаю листать ленту Яндекс.Дзен. Всегда можно найти что-то интересненькое. Ну вот, пять вещей, которые женщины не прощают своим мужчинам. На самом деле, это не контентный спам, просто, скажем так, психологические измышления одного автора. Ну да и ладно, ну и бог с ними. Давайте найдем что-нибудь более интересное. Вот, женюсь на чужой невесте. Давайте посмотрим, что у нас тут. О, поздравляю, сынок, с твоим 30-летием, гордо сказал Иван Степанович. Что-то, видимо, относится к циклу каких-то рассказов. Но мы с вами понимаем, что тут, в принципе, очень близко к контентному спаму. Да и если полистать, вот у нас картинка с Пиксабей, реклама есть, продолжение здесь. То есть, не до конца даже история. Автор разместил еще и кошелек, чтобы ему перечисляли туда деньги. Ну да ладно, 686 человек нравятся и рекламу у нас показывают. Спасибо, что дочитали. Ну, такое, скажем так. Посмотрим дальше, что у нас еще есть. А дальше у нас... А, ну вот, например, ничего себе, как ты, толстяк, изменился. Пухлый и безобидный парень за год стал настоящим спортсменом и дал отпор хулигану. Выдуманная история, по сути. Ну, я так думаю. Хотя тут небольшой канал, 398 подписчиков. Ну да, картинки, выдуманная история, типа рассказа. Но мы-то с вами понимаем, что это из разряда жизненных историй. Рефлексы Костика сработали как надо. Ну, по сути, я даже знаю о чем тут. Кто-то обидел бедного парня, он записался там в качалку или на бокс, и потом отомстил хулиганам. Все понятно с этой историей. Давайте дальше посмотрим. А, ну тут даже далеко, видимо, ходить не надо. Здравствуй, мама. История истосковавшейся души. Пожалуйста, вот вам и контентный спам. Бабушка на превьюшке. Она сидела возле старого стационарного телефона и ждала звонка. Сын троих суток назад обещал позвонить. Слезливые истории, за которые Дзен так любил банить раньше. Интересно, реклама есть? Реклама есть. Даже видео тут прикреплено. Другое дело, конечно, нет тут этих продолжений. Смотрите в видео, но, блин. Ну давайте еще одну найдем какую-нибудь. Блин, да тут даже далеко ходить не надо. Когда перед нами встал выбор, карьера или семья, он ни на секунду не задумался опять. Жизненные истории. Пересказ в виду в вольной форме. Сюжетом к данной публикации послужил комментарий к одному из моих рассказов. Надо было, кстати, тоже постить всякие такие жизненные истории и писать, что это, блин, по комментариям написаны они. Или еще почему-то там, да, реклама есть, все понятно. Прошу познакомиться еще с одним моим рассказом. Они это относят к категории рассказа. Не стоит унижаться перед теми, кто тебя предал. Решил Никита. Причем точка в заголовке, точка в заголовке не ставится. В общем, ну, как бы очевидно, что это за разряда бабушек и коллекторов. Но Дзен почему-то не видит вот такие вот рассказы. Или, я не знаю, хорошо к ним относятся, что ли. Короче, ничего не поменялось в ленте Яндекс.Дзена. Вот, мило и надо встретить маму, поезд прибывает в 4 утра. Ну, блин, как всегда, бабушки на аватарках. Чудо чудное, 15 тысяч подписчиков на канале. 5 минут среднее время прочтения. Вот еще одна бабушку тут поставили. Эту же бабушку, как бы берут с Пиксабей. Вот вам и рецепт успеха. Причем 1328 нравится. Реклама на статье. Продолжение истории о том, как мама переехала к нам на всю зиму здесь. Ну, блин, ничего не поменялось. А то нам говорят, зачистка каналов. Мне даже в личку ВКонтакте написали, что так и так, посмотри, вот, произошла зачистка каналов. Возможно, у тебя теперь не будет контентного спама в ленте. Ну и как бы, ну вот он. А ты плохая мать и бабушка, почему я должна тебя просить сидеть с детьми? Это твои внуки, между прочим, больше мы не приедем. Ну, блин, очевидно, бабуля, бабуля. Одно и то же, один и тот же контентный спам. Никуда он не делся, несмотря на зачистку эту каналов. Я не знаю, что они там чистили. Ну, как вы видите, каналы с контентным спамом никуда не делись. Как они были на своем месте, так и остаются. Другое дело, что это не особо такие, возможно, крупные каналы. Но есть предположение, что как раз Дзен расчищает свою площадку, удаляет за какие-то серьезные нарушения, как сказали некоторые, под тиктокеров. Я не верю в версию с тиктокерами. Но, как я уже зачитывал в первом сообщении, авторов блокировали за нарушение пунктов 3.6 и 3.13. Что это за пункты, давайте посмотрим. Ну вот, давайте пролистаем правила и посмотрим, что же за пункты такие. 3.6. При использовании сервиса пользователи не вправе размещать и распространять, в том числе, следующую пользовательскую информацию. Незаконно это все понятно, нарушающие авторские права, но тоже чужие картинки, чужие какие-то тексты нельзя. Вводящие пользователей сервиса в заблуждение относительно принадлежности, публикуемой пользователем информации. Ну, типа нельзя выдавать себя за Дзен. 1. Содержащую спам, в том числе поисковый. Это не контентный спам, это другой. 2. Содержащую неправомерную полученную информацию о третьих лицах, тоже все понятно. 3. Нарушающие требования законодательства о рекламе, понятно. 4. Содержащие компьютерные вирусы. И вот содержание которой не соответствует критериям, описанным по адресу. И здесь мы переходим по адресу. И вот здесь вот все нарушения, то есть они не уточняют, но у них требования к контенту. То есть если вы нарушили какое-то требование к контенту, вас забанят. Ну, это и было очевидно. То есть вот этот пункт 3.6, он включает все остальные пункты. Азартные игры, дублированный контент, заимствованный контент, запрещенные товары и услуги, искусственно завышенные показатели, кликбейт, ложная информация и фейки, лотереи и стимулирующие мероприятия, медицина и фармацептика, незаконная информация, оскорбления и нападки, откровенный контент, происшествия с ним, спам. Вот спам, отдельно контентный спам. Если размещаешь спам, то тебя, по идее, должны тоже заблокировать. Вот, смотрим дальше. 3.13, что у нас за пункт? 3.13, пользователь не имеет права совершать действия, которые могут привести к нарушению или сбою в работе сервиса. На обход ограничений, установленных в сервисе, в том числе направленные на увеличение количества просмотров пользовательской информации, то есть всякие накрутки. Ну вот, про контентный спам тут в принципе сказано, но почему-то это не работает. Каналы с контентным спамом прекрасно продолжают существовать. Может быть, их, конечно, не все зачистили еще, может, работа над этим ведется. Я надеюсь, что работа над этим ведется, и в конечном итоге ситуация изменится. Ну, потому что, я думаю, многим авторам будет очень обидно, которые вели более-менее нормальные каналы, и их, возможно, сейчас кого-то по ошибке, кого-то не по ошибке, но кого-то забанили. И это, наверное, не очень честно смотрится, когда твой канал все-таки получил нарушение, а вот эти вот контентные спамеры, которые на этом зарабатывают, так никуда и не делись. Возможно, их стоило в первую очередь банить, а потом уже переходить к остальным за их нарушение. Но, возможно, спамеры получают не так много денег, а эти авторы много денег получались, и Дзен решил начать вот с них. Не знаю, какая там вообще была логика, даже гадать не хочу. Ну, а по результату что могу сказать? На Дзен ничего не поменялось, большое количество авторов просто забанили, остальное продолжает писать, но Дзен борется, как всегда, со следствием, а не с причиной. А причина, видимо, в том, что нет каких-то четко прописанных правил, где говорят, вот за это мы баним, вот за это мы не баним, когда автору не говорят, за что его банят. То есть его забанили, говорят, ну, вы нарушили там 3.3, 3.13, 3.15, и автор такой ищет, и там обтекаемые формулировки, из которых вообще ничего не понятно. Говорите, блин, прямо, вот, например, мы забанили вас за то, что 3-го числа вы разместили там-то, там-то картинку такую-то, такую-то. Всё, там, бан снять мы не можем, а то алгоритм так решил, мы вас навсегда забанили, ну, так если вы навсегда забанили, то скажите, за что, всё равно уже, как бы, смысла нет, вот. Алгоритм так решил, это не ответ. Алгоритм, блин, ничего не решает, решаете вы, это всем известно, давно всем понятно, можно даже не отмазываться. В общем, напишите уже чёткие правила и начните нормально относиться к авторам. Ну и, конечно же, почистите свою ленту уже от шлака всякого, желтухи, от всякой чепухи, и перестаньте ей потакать, вот. Ну, а у меня на этом всё, подписывайтесь на мой канал, на инстаграм тоже подписывайтесь, до новых встреч, пока!